МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Республика прямо сейчас о важных событиях в Чувашии. В студии Юлия Важенина смотрите сегодня. Пассажирские перевозки под контроль. В Чувашии ведут электронные пропуски на общественный транспорт. В открытом доступе в Чувашии заработал портал о реализации национальных проектов в Республике. Борьба с коронавирусом объединяет людей. В Чувашии увеличивается количество предприятий, которые помогают нуждающимся в условиях пандемии. На 17 апреля в Республике 138 случаев заражения коронавирусом. Два пациента выздоровели, один умер. Дезинфекция остановок уличных площадок, одним словом, открытых пространств, ведется и в районах, и в малых городах Республики. Есть нормативы по частоте обработки, но не везде они соблюдаются. Об этом стало известно сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. По городу Чебоксар производится ежедневная обработка дезинфицирующими растворами. Днем проводится два рейса, ночью еще два рейса. По городу Алатарию проводится обработка один раз в двое суток. По городу Канашу ежедневно два раза в день. По городу Новочебоксарску ежедневно раз в день. По городу Шумеля два раза в неделю. По муниципальным районам в основном проводится один раз в неделю. И кроме Комсомольского района, там дезинфекция на сегодня не проводится в свете отсутствия дезинфицирующих средств. Это что касаемо дезинфекции мест общего пользования. При том, что нормы, рекомендованные Роспотребнадзором, два раза в день. У нас средства на закупку дезинфестирующих материалов выделены. Давайте в протокол тоже мы включим, чтобы в кратчайшие сроки были реализованы соответствующие закупки, чтобы у вас были в наличии все необходимые дезинфицирующие средства. Потому что денежные средства уже доведены у нас, да? Денежные средства доведены, поэтому, коллеги, давайте, чтобы здесь вопросов не было. То есть средства у вас есть необходимые, надо просто организовать соответствующую работу. Дезинфицирующие средства выделены муниципалитетом в том числе и для того, чтобы обрабатывать многоквартирные дома, которые управляются товариществами собственников. В остальных же этим занимаются управляющие компании. В Чебоксарах их проверяет госжилинспекция. О четырех многоквартирных домах работы были проведены надлежащим образом. То есть санитарная обработка проводилась с дефицирующими средствами. Но по 38 многоквартирным домам были выявлены факты, не надлежащие уборке места общего пользования. То есть либо уборка проводилась некачественно, либо она не осуществлялась вовсе. Управляющим компаниям было не поручено незамедлительно выполнить все необходимые работы и предоставить государственную жилищную инспекцию соответствующие подтверждающие материалы. Серьезная проблема – это приезжающие из Москвы и соседних регионов. Они несут риск неконтролируемого распространения болезни. Таким людям необходимо сообщать о своем приезде в Чувашию на номера горячих линий. В первую очередь таких граждан регистрирует Роспотребнадзор. И 14 дней люди, которые приезжают из других городов, должны находиться в режиме самоизоляции. Вот, например, на прямую линию у нас поступало именно вот по этому вопросу большое количество звонков, когда жители прям называют адреса и говорят, что да, наши соседи приехали, но при этом звоним, и в Роспотребнадзор звоним, и реакции нет. Такие жалобы доходят и до временно исполняющего обязанности главы региона. Олег Николаев поручил немедленно наладить работу горячей линией. А исполняющий обязанности прокурора Чувашии напомнил должностным лицам Роспотребнадзора об ответственности. В случае установления фактов бездействия, равнодушия и самоустранения, мы будем ставить вопрос о персональной ответственности руководителей. Необходимо усилить работу мобильных групп по выявлению нарушений санитарно-физиологического законодательства. В частности, на оперативном штабе в перечень объектов, которые проверяют мобильные группы, решили включить и проходные крупных предприятий, чтобы проконтролировать, как там организован входной фильтр сотрудников. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. На заседании Оперштаба еще раз вернулись к организации пасхальных мероприятий. Церкви должны проводить службы в закрытом режиме. Вход разрешен только по специальным пропускам лицам, чьи участие в службах необходимо. К обеспечению безопасности подключатся правоохранительные органы. Прихожанам настоятельно рекомендовано участвовать в празднике дистанционно. Трансляция богослужения будет вестись на национальном телевидении, на телеканале ОТР, национальном радио Чувашии, а также на сайте и странице компании в YouTube. Дорогие братья и сестры, нужно помнить, цитируя другие слова, нужно помнить и об этом важном слове, которые были сказаны самим Господом. Не искушай Господа Бога твоего. В этот праздник Пасхи, конечно, с великой болью и владыка митрополит, и мы, священнослужители, вынуждены сказать о том, что храмы на день Пасхи не будут открыты для общего доступа людей. Это означает о том, что богослужения будут совершаться. Мы, священнослужители, как и врачи, будем исполнять свой долг и будем верны своей священнической клятве до конца. Будем служить, будем молиться Богу, будем молиться Богу за своих прихожан, за пасту, будем молиться о том, чтобы вот это вот муровое поветрие наконец прекратилось. С 3 апреля, согласно 92-му указу, в Рео главы Чувашии межмуниципальные маршруты могут осуществлять пассажирские перевозки строго в определенное время. Контролировать перевозчиков станут с помощью электронных пропусков. Время, отведенное для межмуниципальных перевозок, с 5 до 9 утра, с 12 до 14 дня и с 5 до 9 вечера. В соответствии с этим указом, запрещается осуществлять перевозки в межмуниципальном пригородном сообщении в интервалы времени с 9 до 12 часов и с 14 до 17 часов. Сотрудники госавтоинспекции останавливают маршрутные транспортные средства и проверяют наличие в них пассажиров. С начала контрольно-рейдовых проверок составлено 10 протоколов об административных правонарушениях. Для того, чтобы предотвратить незаконные перевозки и обеспечить безопасность граждан, в республике будет введен режим электронных пропусков для городского и межмуниципального транспорта. В данный момент, сейчас на первом этапе, будет осуществлено, планируется введение пропусков для транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа, прежде всего по межмуниципальным маршрутам. Это прежде всего связано с тем, что после введения ограничительных мер у нас появилось огромное число нелегалов, которые эту миссию по доставке пассажиров взяли на себя. Для этого создан специальный портал, называется пропуск АПРУ, где будет производиться авторизация и заведение учетной записи для представителей транспортных компаний. После авторизации в системе заявитель сможет сформировать пропуск для всех своих автомобилей. Пропуска в формате А4 нужно будет распечатать и прикрепить на лобовое стекло. Проверить подлинность пропуска правоохранительные органы смогут по QR-коду. Олег Николаев поручил запустить систему в тестовом режиме, а со вторника сделать обязательной для всех перевозчиков-пассажиров. Еще один вопрос, который очень волнует жителей – дезинфекция транспорта. Здесь, в Рио, главы региона также обязал принимать жесткие меры контроля. Реализовать во всех муниципалитетах, где регулярно ходит общественный транспорт, то есть формировать соответствующие группы, которые будут обеспечивать контроль реализации необходимых дезинфекционных мероприятий. Естественно, этот контроль должен быть внезапным, без соответствующего предупреждения, потому что, понятно, фотографии можно разные слать, а вот это как на самом деле делается – давайте внезапные контроли организовывать и соответствующим образом работу реализовывать. С этого года программа «Устойчивое развитие сельских территорий» получила дополнительный импульс. Благодаря сельской ипотеке молодые семьи, которые живут и трудятся на селе, могут обзавестись жильем. Разумеется, в качестве места жительства люди в первую очередь выбирают территории с развитой инфраструктурой. Программа одна, подходы разные. Каждый населенный пункт выбирает то, что необходимо ему в первую очередь. Даже типовые проекты, вписанные в вандшафт, выглядят оригинально. Село Михайловское Цивильского района преображается буквально на глазах. По этой программе будет реализовано два проекта по благоустройству сельских площадок. Это спортивная площадка в поселке Молодежный, Михайловского сельского поселения, где мы сегодня находимся, и на территории Ринденского сельского поселения благоустройство спортивной площадки и площадки отдыха. На общую сумму 1 миллион 300 с лишним тысяч рублей. И хотя сегодня на площадках и в клубе пусто, таковы требования режима повышенной готовности, все прекрасно понимают, пандемия закончится, и такого рода объекты будут пользоваться повышенным вниманием. В планах создания комфортных для прогулок всей семьей зон отдыха. Это будут аллеи со скамейками, с уличным освещением, пешеходными дорожками, отдельная строка сохранения и восстановления памятников. Все эти проекты финансируются за счет федерального, областного и местного бюджетов. Но и сами жители не остаются в стране. В этом году будет реализовано у нас 40 проектов социального развития на основе инициативы граждан на общую сумму 74 миллиона рублей. Из них 44 миллиона рублей будут предоставлены с республиканского бюджета, остальные за счет местного бюджета и инициатив граждан. В основном 70% по инициативному бюджету будут ремонтироваться дороги в сельских населенных пунктах Цивильского района, также ремонтируются водопроводные сети, ремонтируются памятники и электрическое освещение в сельских населенных пунктах. Ключевое преимущество села – сельская ипотека с ольготной процентной ставкой. Суммарно у всех этих программ вне зависимости от вектора развития цель одна – сделать сельские территории наиболее привлекательными для проживания. На это в бюджете республики заложены немалые средства. Нужны только идеи. Наталья Мальчикова, Богдана Дойникова, Юрий Марков, Республика. Даже в условиях непростой экономической ситуации вкладчики Чувашкредит Промбанка должны получить полагающиеся выплаты. Сегодня ход конкурсного производства временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев обсудил с руководством Агентства по страхованию вкладов. В агентстве по страхованию вкладов свои обязательства выполняют. Все пострадавшие клиенты Чувашкредит Промбанка уже получили до 1 миллиона 400 тысяч. Сейчас это максимальная сумма, положенная по закону. Процедура конкурсного производства находится на личном контроле в Рио главы региона. В конце марта Олег Николаев встречался с руководителями госкорпорации «Очно» в Москве. Есть часть тех вкладчиков, которые все-таки оказались вкладчиками, у которых выше, чем 1 миллион 400. И вот как раз ровно в интересах их тоже сегодня был разговор. К сожалению, ход конкурсного производства, скорее всего, будет продлеваться. Так же, как эта встреча в связи с этой нестабильной и непростой обстановкой в стране и в мире. Предварительная дата собрания кредиторов банка перенесена на середину июня. Чтобы погасить оставшиеся долги перед вкладчиками, необходимо реализовать имущество. Самая главная цель нашей сегодняшней встречи, конечно же, была наладить, прежде всего, взаимодействие. Взаимодействие органов государственной власти и конкурсного управляющего с тем, чтобы ускорить процессы конкурсного производства. Очевидно, это имущество, возможно, будет интересно и для предпринимателей Чувашии, для ведения их деятельности. Ну и это вот одна сторона, а с другой стороны, конечно же, быстрая реализация этого имущества позволит быстрее погасить требования кредиторов. Обязательства банка перед вкладчиками сейчас почти 4 миллиарда рублей. Дмитрий Ковалев и Павел Иритков, Республика. Вопросы подготовки кадрового потенциала для развития республики сегодня обсуждали на конференции Российской Академии Народного Хозяйства. Ключевая задача – выстроить эффективный образовательный процесс в вузах и мотивировать будущих управленцев. Какие возможности открываются перед молодыми лидерами Чувашии, об этом рассказал в Рио главы региона. Профессоры, аспиранты и студенты на удаленной связи. Но даже находясь дома, многие из них надели деловые костюмы. Статус международной конференции обязывает. Тема повестки дня крайне важная, отметил Олег Николаев. Будущее региона зависит только от того, кто его поведет вперед. Отбор молодых лидеров в республике начался. По инициативе в Рио главы Чувашии стартовала программа формирования резерва управленческих кадров. Это аналог лидеров России. То есть мы для себя определили, что тот формат организации работы по подбору кадров в рамках программы «Лидеры России» достаточно интересен. У нас два проекта – это управленческая команда и молодые лидеры или молодая управленческая команда. Они как раз тоже основаны на тех же самых принципах. Но самое главное, ведь любое дело надо продолжить. А продолжать работу в плане формирования кадров резерва, конечно же, надо прежде всего в части поддержания уровня компетенции через постоянное повышение квалификации. И здесь на первый план подходит взаимодействие правительства региона с вузом, отвечающим за подготовку управленцев. Задачи для молодых лидеров продиктованы национальными проектами. Каждый из этих проектов обеспечен конкретными финансовыми ресурсами. В рамках их реализации намечены очень множество объектов и направлений. И в связи с этим мы, конечно же, нацелены на то, чтобы, используя все эти ресурсы, качественно преобразовать жизнь в Чувашской республике и обеспечивать реальные изменения условий и качества проживания людей. Через поступательные действия, через целеустремленность, через самоотдачу и открытость можно на самом деле достигать, с одной стороны, больших дел, с другой стороны, это будет оценено и современниками, и последователями. Среда, в которой действует филиал Президентская Академия, она, конечно, очень многогранна и состоит из резиденских воров. Безусловно, мы взаимодействуем в вертикальном ключе с нашим главным рампусом, с Российской Академией народного хозяйства и доставцем службы при президенте Российской Федерации. Это взаимодействие также достаточно структурировано и для нас в регионе по-моему выигрышно. Энергию молодежи необходимо направить на нужное русло, считает Олег Николаев. Вкладывая ресурсы в подготовку кадров, местные власти могут перенять неплохие идеи. Регистрация участников конкурсов управленцев началась накануне. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. О национальных проектах доступно и наглядно. В Чувашии запустили портал, на котором собрана вся информация о том, что уже сделано в рамках национальных проектов и что еще планируется. На сайте есть все от целей и нормативных документов до инфографики. На интерактивных картах отмечены все объекты, построенные или отремонтированные в рамках национальных проектов. В Чувашии 11 национальных проектов, региональных у нас проектов. Больше 40. Специально называю точную цифру для того, чтобы поняли этот масштаб и поняли объем, насколько этой информации нужно было аккумулировать. Тем более есть у нас объекты уже завершенные, объекты, которые находятся в работе, объекты, которые в планах. То есть это все нужно было систематизировать. Для создания сайта провели онлайн-хакатон. Программисты со всей России участвовали в соревновании и предлагали свои идеи по разработке информационной платформы. Теперь любой пользователь может найти полную информацию о национальных проектах и их реализации. Портал доступен по адресу np.kap.ru. В Чувашии работает республиканский волонтерский центр. Он в рамках проекта «Мы вместе» объединил добровольческие организации для оказания помощи людям в связи с ограничениями за COVID-19. Михаил Абрамович, здравствуйте. Мы знаем, что вам нужна определенная помощь, поэтому мы хотели вам передать вот такой замечательный пакет с овощами. Тут еще верба освещенная. Я самый старый волонтер. Да, я не знаю. Я сейчас помогаю. Черт, будьте, пожалуйста, здоровы. Я буду... На улицу не выходить. Я не выходу, не выходу. Вот в таких пакетах товары первой необходимости. Яйца, молоко, овощи. Волонтеры доставляют их людям, следящим на самоизоляции. Малообеспеченным гражданам от 65 лет и старше, которые в сложившейся ситуации больше других подвержены риску. К волонтерам присоединяются и депутаты Чебоксарского городского собрания. И я лично выезжаю с продуктовыми наборами. Вот у меня в руках, кстати, сейчас один из продуктовых наборов, который я приобретаю сама. Мы выезжаем к нуждающимся. В числе которых инвалиды, в числе которых одинокие пенсионеры, дети которых проживают далеко за пределами Чуваши и не могут сейчас им оказать помощь. В их числе многодетные семьи, в их числе просто одинокие пенсионеры, не имеющие детей. Заявок очень много. И, конечно же, в такой ситуации душа, она просто болит и хочется оказать хотя бы какую-то помощь. Ядрин молоко, комплекс Новочебоксарский, агрофирма «Альдеевская». Эти предприятия оказывают большую благотворительную помощь в поддержке граждан. А сегодня компания «БС Электро» закупила тысячу уже освященных куличей. Напомним, церкви должны работать в закрытом режиме. И чтобы православные верующие не остались без атрибутов праздника, предприятие передало куличи волонтерам для доставки на дом. В это время, когда по всей стране и во всем мире бушует пандемия, на первое место выходит социальная ответственность и милосердие, которое может и могут и должны оказывать и простые люди, и предприятия, и организации, и, безусловно, добровольческие объединения. Тот вектор, который дал исполняющие обязанности главы нашей республики в отношении взаимопомощи и взаимовыручки населения всей Чувашии и Чебоксар в частности, говорит о том, что и бизнес не должен находиться в стороне. Предприятий, протягивающих руку помощи, с каждой неделей становится все больше. В такой ситуации любая поддержка только приветствуется. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Оставайтесь дома, а я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова